Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре и на тесте будет вот такой вот микрофончик от фирмы Marantz, который у меня сейчас прикреплен на пауке. Это, собственно, Marantz Pro MPM1000. И, как всегда, по традиции, мы начнем с вами с распаковки, а потом перейдем к тестам. Приступим! Так, вот она коробочка от микрофона Marantz MPM1000. Мы быренько его откроем, посмотрим, собственно, что у нас внутри. Да, это Marantz Professional. Marantz является американской компанией. Она делает профессиональное оборудование, но также и вышла в последнее время на бюджетный сегмент и делает действительно годные вещи за свои-то деньги. Я заказывал в очередной раз товар с бестока, дабы сэкономить. Чем черт не шутит? Открываем и, собственно, посмотрим на саму комплектацию. Так, внутри у нас, собственно, большая, богатая комплектация, как видите уже на документации. Сам микрофон, поп-фильтр, паук и даже провод. Так, вот он, паук, поп-фильтр. Прикольно, кстати. Мало где такое в комплекте видно. Видно и провод. За такие-то деньги это просто must-have. Кстати, этот микрофон в данный момент вы сейчас слышите. Да, вот так вот он выглядит. Да, в данный момент я напялил на него оригинальный поп-фильтр, то есть ветрозащиту и стандартный круглый поп-фильтр, который прикреплен к микрофонному штативу. За свои деньги выглядит он стильно. Но единственное, что у него не дюймовая капсула, а капсула примерно такая же, как у аудиотехники AT2020. 16 мм, если я не ошибаюсь. Если не так, я скажу об этом позже в ролике. Так, сейчас ее напялим. Вот мы напялили нашу ветрозащиту. Кстати, еще есть тренога, которой вряд ли, конечно, кто будет пользоваться, но, в принципе, она способна удержать даже этого паука и микрофон, что, в принципе, мое почтение. За свои деньги я его приобрел за 45 евро, а новенький он стоит 49. Невелика скидка, но комплектация, в принципе, та же и никаких дефектов на этом микрофоне нет. Приступим, собственно, к тестам. Да, вот такой вот микрофончик, собственно, и богатая комплектация. Расскажу коротко о товаре и приступим, собственно, к тестам этого микрофона. Это, собственно, конденсаторный микрофон, как считается, с большой мембраной. Диаметр мембраны 18 мм. Не сказал бы, что большая, но, в принципе, считается, что это большая мембрана. И, собственно, мембрана 18 мм с алюминиевым покрытием. Диаграмма направленности кардиоидная. То есть кардиоиды сейчас развернуты ко мне, если я говорю здесь уже немножечко по-другому слышно. Частотный диапазон от 20 до 20 тысяч герц. Собственный шум 17 ДБА. И максимальное звуковое давление 136 дБ. Соотношение сигнал-шум 77 дБ. В комплекте, собственно, идет вот такая вот ветрозащита. Антишоковый подвес, он же паук. Стойка-тренога, которую я утащил вниз, поскольку пользуюсь иногда этим микрофоном отдельно от моей студии. Кабель XLR. Не этот, но другой, более короткий. Этот у меня на 6 метров, а тот, если я не ошибаюсь, 2 метра. То есть, в принципе, удобный. Относительно того, что нет вот этого матка проводов, как у меня здесь. Качественный, поскольку на самом кабеле написано, что это low noise, то есть малошумный кабель. Да, как заявляют сами Marantz на своем сайте, зачитаю вам то, что они тут написали. Marantz Professional с гордостью представляет микрофон серии Studio MPM1000. Высококачественный конденсаторный микрофон, который обеспечивает студийное качество звука наряду с идеальным балансом цены и качества. Звучит как мед. Микрофон MPM1000 улавливает необходимые начинающему пользоваться частоты, а потом станет хорошим приобретением для непрофессиональных музыкантов и блогеров. Как-то так, собственно, да. Если вы ищете что-то более качественное, то я бы пересмотрел конденсаторные микрофоны с дюймовой капсулой или также какие-нибудь broadcast микрофоны, которые являются динамическими микрофонами. Это, собственно, конденсаторный, и да, его надо специально отстраивать, чтобы не было слышно других шумов. Я вот немножечко его так сблизить специально держу, поскольку если я его отдалю, вы будете слышать, собственно, саму комнату и шумы, которые происходят у меня в другой комнате. Поговорили про спецификации, приступим к тестам этого микрофона. Без поп-фильтра этот микрофон будет звучать вот так. И да, я вам не сказал, на какой карте мы будем тестировать. Тестировать мы сегодня будем на Focusrite третьего поколения, Focusrite Solo. И вы можете, собственно, услышать, каким же образом этот микрофон будет звучать с хорошей аудиокартой. И, собственно, с моим поп-фильтром этот микрофон будет звучать вот так. Расстояние примерно 20 сантиметров. И если повысить гейн, то этот микрофон будет звучать примерно вот так. На расстоянии полувытянутой руки с гейном 75% этот микрофон будет звучать вот так. На расстоянии вытянутой руки с гейном 75% этот микрофон будет звучать вот так. С гейном 90% этот микрофон будет звучать вот так. С боковой стороны этого микрофона этот микрофон будет звучать вот так. И с задней стороны этот микрофон будет звучать вот так. Я бы вам рекомендовал пользоваться этим микрофоном с кардиоидной стороны. Да, собственно, вот такой вот микрофончик у нас сегодня был на обзоре. В принципе, он относительно бюджетный. В моем случае он мне обошелся в 45 евро. Базовая цена его 50, 49 евро, что-то такое, или 55 долларов примерно. Да, он относительно бюджетный, но при этом богатая комплектация, то есть даже вот эта вот ветрозащита, которая классная, то есть пэшки он ловит от этого меньше, и если вы занимаетесь какой-нибудь озвучкой, в принципе, этот микрофон вам тоже подойдет. Но если вы нацелены на что-то серьезное, то я бы вам рекомендовал бы приобрести как минимум какой-нибудь конденсаторный микрофон с диаграммой 1 дюйм. Все, что я про этот микрофон хотел сказать, уже сказал. Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, по традиции в комментариях, и не забывай подписываться. Ну а с тобой был Дядя Бен, желаю тебе всего хорошего и до свидания.